Вот звонок нам дал сигнал. Поработать час настал. Так что время не теряем. Дистанционный урок мы начинаем. Здравствуйте, ребята! Сегодня тема урока «Кто такие школьники?» На уроке ты узнаешь, кто такие школьники, что такое речь и какой она должна быть. Ты научишься определять, о чём говорится в тексте, отвечая на вопросы и дополняя предложения, пересказывать текст и составлять текст по картинке. В начале урока повторим то, что узнали на предыдущем уроке. Вспомни, как называется. Дополни предложение, выбирая слова на карточках. Дом, в котором учатся дети, это... Правильно! Дом, в котором учатся дети, это школа. Дети, которые учатся в школе, это... Верно! Дети, которые учатся в школе, это ученики. Человек, который учит детей, это... Верно! Человек, который учит детей, это учитель. Главная работа учеников в школе, это учение. Учение или по-другому обучение. Учебная книга, это... Верно! Учебная книга, это учебник. Ты отлично справляешься с заданиями. В следующем задании нужно все предметы, изображенные на картинках, объединить одним словом. Парта, доска, шкаф с принадлежностями, это... Верно! Школьная мебель. Специальная одежда, костюмы для мальчиков и костюмы для девочек, это... Школьная форма, молодец! Паровозик, барабан, машинка, кукла, кубики и пирамида, это... Игрушки, молодец! Все верно! На данной картинке изображены... Верно! Школьные принадлежности. Следующее задание. Рассмотри картинки. Распредели детей в две группы. Обрати внимание на их одежду, принадлежности, действия. Подумай, чем они занимаются. Если у тебя картинки распределены таким образом, значит, задание выполнено верно. Подумай, к какой группе можно отнести детей слева и к какой группе справа. Используй опорные слова на карточках под картинками. Если задание выполнено у тебя так же, как на экране, значит, ты задание выполнил верно. Дети, изображенные слева, это школьники. Дети, изображенные справа, это дошкольники. А теперь подумай, чем отличаются школьники от дошкольников? Верно! Школьники – это дети, которые обучаются в школе. А дошкольники – это ребята, которые готовятся стать школьниками. Школьников можно определить по внешнему виду. Они всегда одеты в школьную форму, в руках носят портфель или школьный рюкзак на спине. Школьники от других детей отличаются речью. В их речи появляются каждый раз новые слова. Урок, перемена, звонок, учитель, парта, каникулы и много других слов. Они спорят на разные темы и по разным предметам, задают вопросы и находят на них ответы. Выполни задание по учебнику. Рассмотри внимательно картинку и составь текст, дополняя предложение, используя слова на карточках. Составь первое предложение. Идет... И выбери опорное слово. Урок, звонок, дождик. Проверь. Идет урок. Следующее предложение. Учитель задает косы, вопросы, морозы. Проверь. Учитель задает вопросы. Верно. Следующее предложение. А ученики дают на них конфеты, советы, ответы. Выбери опорное слово. Проверь. А ученики дают на них ответы. Следующее предложение. Школьники, учебники, цветы любят учиться. Выбери опорное слово. Проверь. Школьники любят учиться. А теперь давай вспомним весь текст. Идет урок. Учитель задает вопросы. А ученики дают на них ответы. Школьники любят учиться. Теперь самостоятельно попробуй пересказать этот текст. Проверь. Проверь. Если пересказ твоего текста совпадает с тем, что ты видишь на экране, то ты сделал задание отлично. Если у тебя встречались ошибки, не переживай. В следующий раз у тебя все получится. При общении мы пользуемся речью. Запомни, наша речь это то, о чем мы говорим, рассказываем, спрашиваем. Рассмотри картинки и определи, какая должна быть речь. Как ты думаешь, на какой картинке речь правильная? Верно. На первой картинке друзья общаются вежливо. Они довольны своим общением. На второй картинке ребята ругаются. При этом речь всегда неправильная. Запомни, речь должна быть вежливой. Школьники должны соблюдать правила вежливого общения. Подумай, всегда ли вежливое общение является правильным на уроке? Рассмотри картинки. На первой картинке мальчик с девочкой вежливо общаются. Но они нарушают правила поведения на уроке. Они отвлекаются, рвут тетради, небрежно обращаются с книгой. На второй картинке мальчик обижает девочку. Так поступать нельзя. Запомни, речь должна быть вежливой, а поведение правильное. Определи, какие картинки отражают правильное поведение на уроке. Если тебе необходимо время для того, чтобы подумать, нажми на паузу. Для продолжения работы нажми на кнопку «Продолжить». На этих картинках изображены правильные ситуации поведения школьников на уроке. Девочки прилежно учатся. Мальчик активно работает на уроке. Выполни работу в прописи. Для того, чтобы ориентироваться в тетради, нужно знать ориентиры. Вверх листа, низ листа, левая сторона листа, правая сторона листа. Выполни задание. Первый самолет раскрась синим цветом, который взлетел выше всех. Второе. Раскрась самолет зеленым цветом, который летит ниже всех. Раскрась красным цветом самолет, который летит впереди всех. Раскрась самолет зеленым цветом, который летит позади всех. Проверь. Если вы выполнили это задание так, как показано на экране, значит, задание выполнено отлично. Ваши пальчики устали, нужно им немного отдохнуть. Пальчиковая гимнастика. Если пальчики грустят, доброты они хотят. Если пальчики заплачут, их обидел кто-то, значит, наши пальцы пожалеем, добротой своей согреем. А ты можешь представить, что портфели могут разговаривать? Предположи, о чем они могут говорить? Составь их речь. Отметь, что портфели могут друг у друга что-то спрашивать, описывать себя, рассказывать о своем хозяине и давать советы школьникам. Нажми на паузу для выполнения задания, а затем кнопку «Продолжить». Следующее задание выполни в прописи. Раскрасьте предметы, используя разные виды штриховки. Перед этой работой повтори, какие виды штриховки существуют, рассмотри на полях. А теперь назови предметы, какие изображены на картинке. Мяч, пирамида, мишка, робот. Заштрихуй картинки в соответствии с их указанными номерами. На мяч под номером 1 наносим штриховку номер 1. На изображение пирамиды номер 2 наносим штриховку номер 2. На изображение мишки под номером 3 наносим штриховку номер 3. На изображение робота под номером 4 наносим штриховку номер 4. Помни правила штриховки. Используй разные цвета для того, чтобы картинка была яркой и красивой. Расстояние между линиями должно быть одинаковое. Линии должны быть ровными. И совсем не нужно для этого пользоваться линейкой. Для выполнения работы тебе потребуется время. Поэтому нажми на паузу. Проверь, как у тебя получилось. Сравни с фрагментом на экране. Если выполнено задание правильно, то у тебя все отлично. Если ошибки были, не расстраивайся. В следующий раз у тебя обязательно получится. В конце урока я предлагаю вернуться к цели, которую мы поставили в самом начале урока. Проанализируй свою работу. Можешь ли ты объяснить, кто такие школьники? Что такое речь и какой она должна быть? Усвоил ли ты? Как определять, о чем говорится в тексте, отвечая на вопросы? Можешь ли ты пересказывать текст и составлять текст по картинке? Найди в прописи линеечку достижений и оцени свою работу по степени трудности. Обозначь на ней свое настроение при помощи смайлика. На этом наш урок закончен. До встречи на следующем уроке!